Носов Николай Николаевич, повесть «Весёлая семейка», глава 13, самый тяжёлый день. Работать в компании было весело, и последние дни прошли быстро. Наконец наступил 21 день. Это было в пятницу. У нас всё уже было приготовлено к приёмке молодняка. Мы отыскали в сарае большую кастрюлю и сделали из неё грелку, то есть выложили её внутри войлоком, чтобы цыплятам, в ней было тепло. Теперь эта грелка стояла на чугунке с горячей водой на случай, если цыплёнок выведется, чтоб сейчас же посадить его в грелку. Накануне мы с Мишкой хотели совсем не ложиться спать, но в эту ночь Вадик Зайцев отпросился у мамы, и она разрешила ему дежурить у инкубатора. «Какой же я буду дежурный, если вы будете сидеть возле меня всю ночь?» – сказал Вадик. «Уже вы, пожалуйста, лучше идите спать». А вдруг цыплята начнут выводиться ночью? «Что ж тут такого? Если цыплёнок выведется, я его бац в кастрюлю и пусть себе сохнет». «Как это бац?» – говорю я. «С цыплятами нужно бережно обращаться». «Я буду бережно, не беспокойтесь. А вы лучше ложитесь спать. Завтра ведь ваше дежурство. Как вы будете дежурить, если не выспитесь ночью?» «Хорошо», – говорит Мишка. «Только ты, пожалуйста, разбуди нас, если цыплята начнут выводиться. Мы ведь столько дней ждали этого момента». «Ладно, разбужу», – согласился Вадик. «Мы отправились спать. Только я в эту ночь долго не мог заснуть, так как очень тревожился о цыплятах. Наутро я проснулся с рассветом и сейчас же побежал к Мишке». Мишка тоже уже встал. Он сидел возле инкубатора и внимательно осматривал яйца. Он увидел меня и сказал, «Ещё ни одной наклёвки не видно». «Сейчас, наверное, ещё рано», – ответил Вадик. «Они же начнут наклёвываться». Вадик скоро ушёл домой, потому что ночь уже кончилась, и теперь начиналось наше дежурство. Когда он ушёл, Мишка решил ещё раз посмотреть все яйца. Мы стали переворачивать их и осматривать со всех сторон, нет ли в каком-нибудь яйце маленькой дырочки, которую должен продолбить изнутри цыплёнок. Но все яйца оказались целы. Мы закрыли инкубатор и долго сидели молча. «Что, если разбить яйцо и посмотреть, есть там цыплёнок или нет?» – говорю я. «Сейчас ещё нельзя разбивать», – сказал Мишка. «Цыплёнок ещё пока дышит через кожу, а не лёгкими. Как только он начнёт дышать лёгкими, он сейчас же пробьёт скорлупу сам. Если же мы разобьём раньше, то цыплёнок погибнет». «Но цыплята в яйцах уже должны быть живые», – говорю я. «Может быть, можно услышать, как они там шевелятся». Мишка достал яйцо и приложил его к уху. Я наклонился поближе и тоже стал прислушиваться. «Тш!» – заворчал на меня Мишка. «Сопи тут, как лошадь». Я затаил дыхание. Стало тихо. Только слышно было, как тикуют часы на столе. Вдруг зазвонил звонок. Мишка вздрогнул и чуть не уронил яйцо. Я скорее побежал открывать дверь. Это пришёл Витя. Он хотел узнать, не начали ли выводиться цыплята. «Нет ещё», – сказал Мишка. «Ещё рано». «Ну, я потом ещё перед школой зайду», – сказал Витя. Он ушёл, а Мишка снова взял яйцо и приложил его к уху. Он долго сидел, закрыв глаза, и старательно прислушивался. Наконец сказал. «Совсем ничего не слышно». Я взял яйцо и тоже послушал. В яйце была мёртвая тишина. «Может быть, в этом яйце зародыш погиб?» – сказал я. «Надо другие проверить». Мы стали вынимать одно яйцо за другим и выслушивать их. Но ни в одном яйце нам не удалось обнаружить никаких следов жизни. «Неужели все зародыши погибли?» – сказал Мишка. «Должен ведь хоть в одном яйце сохраниться». Тут снова раздался звонок. Пришёл Сеня Бобров. «Да чего в такую рань поднялся?» – спрашиваю я. «Пришёл узнать, как цыплята». «Цыплята ещё никак». «Ещё слишком рано», – ответил Мишка. Вслед за Синей пришёл Серёжа. «Ну как, есть уже хоть один цыплёнок?» «Какой ты нетерпеливый», – говорит Мишка. «Что ты хочешь, чтобы цыплята с самого утра выводились?» «Успеет ещё». Серёжа и Сеня посидели немного и ушли. Мы с Мишкой снова стали выслушивать яйца. «Всё пропало», – убивался Мишка. «Совсем ничего не слышно». «А может, они там притаившись сидят?» «Зачем же они сидят притаившись?» «Им пора скорлупу долбить». Тут пришли Юра Филиппов и Стасик Левшин, а за ними Ваня Ложкин. Ребята стали собираться один за другим, так что под конец у нас получилось как будто общее собрание. Мы с Мишкой позвали Майку, объяснили ей, что нужно делать, если цыплята начнут выводиться без нас. И пошли вместе с ребятами в школу. Как мы провели этот день в школе, нельзя рассказать. Это был самый мучительный день в нашей жизни. Нам казалось, что кто-то нарочно растянул время и сделал уроки в 10 раз длинней. Все мы очень боялись, что цыплята начнут выводиться, пока мы сидим в школе. А Майка без нас сделает что-нибудь не так, как нужно. Особенно длинным оказался последний урок. Время как будто остановилось совсем. Мы даже начали думать, что прозевали звонок. Потом нам стало казаться, что звонок испортился, и поэтому мы не слыхали его. Потом мы вообразили, что тетя Дуня забыла дать последний звонок и ушла домой. И теперь нам придется сидеть тут до завтрашнего дня, когда она снова вернется в школу. Ребята нервничали и шептались. Все посылали записочки Жене Скворцовой и спрашивали, который час. Но Женя, как на беду, в этот день забыл свои часы дома. В классе было шумно, и Александр Ефремович несколько раз просил восстановить тишину. Но тишина не восстанавливалась. Наконец Мишка поднял руку и хотел сказать, что урок уже кончился. Но как раз в это время прозвенел звонок. Ребята сорвались с места и бросились к двери. Александр Ефремович заставил всех сесть на свои места и сказал, что никто не должен выходить из-за парт, пока учитель в классе. Потом он обратился к Мишке. Ты, кажется, что-то хотел спросить. Нет, я хотел сказать, что урок кончился. Но ты ведь до звонка поднял руку. А я думал, что звонок испортился. Александр Ефремович только головой покачал. Потом взял журнал и вышел из класса. Ребята гурьбой бросились в коридор и загремели вниз по лестнице. У выхода образовалась пробка, но мы с Мишкой успели проскочить первыми и помчались по улице во весь опор. За нами, растянувшись длинной вереницей, мчались остальные ребята. Через пять минут мы уже были дома. Майка сидела на своем посту у инкубатора и шила своей кукле Зинаиде новое платье. Ничего не случилось? Спросили мы ее. Ничего. А ты давно заглядывала в инкубатор? Давно. Еще когда переворачивала яйца. Мишка подошел к инкубатору и приготовился открыть крышку. Все ребята столпились вокруг. Они вытягивали шеи, приподнимались на цыпочки, а Ваня Ложкин забрался на стул, чтобы получше видеть, и свалился оттуда прямо на Лешку Курочкина и чуть не сбил его с ног. Мишка все не решался открыть крышку. Он как будто боялся. Ну, открывай, чего же ты медлишь? Не вытрепил кто-то. Мишка наконец открыл инкубатор. Яйца по-прежнему спокойно лежали на дне, словно большие белые камешки. Мишка постоял над ними молча, потом осторожно перевернул их по одному, и каждая смотрел со всех сторон. Нет ни одной наклевки, печально объявил он.